Добрый день еще раз, уважаемые радиослушники, продолжаем работу в прямом эфире, и сейчас у нас представитель общества Република 2030, Сергей Ансупов, добрый день. Добрый день. Я знаю, недавно в июне вы опубликовали такую статью, в какой-то степени может быть аналитическое исследование, вообще связанное с развитием латвийской демократии, с тем, как сейчас воспринимают работу правительства жители Латвии. С одной стороны, вроде бы кто-то может сказать закономерно, о каком высоком рейтинге правительства можно говорить в условиях пандемии и экономического кризиса. Понятно, что правительство, так говоря, дипломатически получает по полной. И весь тот негатив, который есть в обществе, накопился из-за этой пандемии, которая у нас уже продолжается полтора года, вот все он выливается на правительство. Или все-таки здесь причина несколько глубже, чем коронавирус? Я думаю, что без сомнения коронавирус усиливает проблемы, которые существуют в нашем обществе и в нашей политической системе. Но я совершенно уверен в том, что коронавирус именно только усиливает. Я уверен в том, что проблемы намного глубже. Это системные проблемы самого политического устройства. Спасибо за такую высокую оценку этой статьи. Я бы сказал проще. Я просто попытался посмотреть на ситуацию в Латвии немножко более крупного масштаба, более продолжительного периода времени. Потому что я думаю, что для всех, для нас, для всех слушателей, для нас всех, кто хоть немного следит за политикой, мы видим, что раз за разом происходит некое повторение одних и тех же проблем. И эти проблемы таковы, что со временем партии становятся все более раздробленные, они все более конфликтуют между собой. В конце концов создается коалиционное правительство. Благодаря вот этому коалиционному правительству и благодаря так называемым красным линиям возникает ситуация, что в него входят партии идеологические, ну, противоположные. Вот как, допустим, это наша коалиция, в которой пять различных партий, то есть и либералы крайние, и консерваторы крайние. Все это в одном правительстве. Конечно же, такое правительство в большой своей степени не может быть дееспособным правительством, потому что люди представляют направления противоположные. То есть это как лебедь, рак и щука, каждый тянет в свою сторону. Благодаря этому возникает системное нарушение обязательств перед избирателем. Потому что каждая партия перед выборами приходит и говорит, мы будем делать то, мы будем делать то, мы достигнем того и так далее. Но когда собирается правительство коалиционное, то реализовать, ну, просто достаточно объективным причинам, потому что это правительство коалиционное, оно не профессиональное, программа невозможна. И всегда есть хорошая отговорка. Мы можем сказать, да, вот мы обещали, значит, сделать там 500-500-500, но не можем сделать, потому что вот, к сожалению, партнеры по коалиции, они не с этим не согласны, и что делать? Я помню очень хорошо, 3 года назад, или сколько это время, когда это было, да, приблизительно 3 года назад, все на выборах обещали, нет, мы медиков поддержим, бюджет 200 миллионов, точно дополнительно им дадим и так далее. Вспомним, прошел год, как это его сыны не там, все сразу обещания свои забыли, вот клялись, я очень внимательно за этим следил. Ну, почему? Потому что оказалось, что денег в бюджете нет. То есть думали, что вот, как это, придем, а там, значит, предыдущее правительство оставит там несколько миллиардов, ну и все будет хорошо. Ну, я, может быть, как бы хочу сказать, сфокусироваться на главном. Проблема-то заключается в том, что растекает это все от нашей политической системы, самого устройства голосования. То есть мы знаем, мы голосуем по пропорциональной системе. Да, ну, фактически по спискам партийным. Мы голосуем за партии, скажем так. Мы не голосуем за людей, а мы голосуем за партии. И достаточно давно эти вопросы исследованы. И достаточно много работы, и это такое общее место, которое говорит, ну, если у вас пропорциональная система, готовьтесь к тому, что будет коллекционное правительство, готовьтесь к тому, что они будут, ну, как бы, не очень дееспособными. Готовьтесь к тому, что люди, которые там, они будут зависимы от партийной машины. Готовьтесь к тому, что правительство будет неустойчиво, что невозможно никаких долгосрочных проектов, программ для развития государства реализовать. Это всеизвестный факт. То есть, ну, не значит, что вот, то есть эта система, она во всем плоха. Она хороша в том, что она дает возможность маленьким партиям пройти и представлять вот это мнение в парламенте. То есть другая система, это как бы две крайности, можно сказать, или мажоритарная система, вы голосуете за конкретных людей, за конкретных личностей. Они более смогут быть свободны от партийной машины, и поэтому избиратели более тесно связаны с конкретными людьми, то есть есть более близкая связь, и оттуда возникает большее доверие. Там есть свои недостатки в этой системе. То есть в конце концов побеждают именно крупные партии, мелкие партии остаются за бортом. В конце концов эта система приводит к так называемой двухпартийной системе. То есть две партии, одна, потом вторая, как в Соединенных Штатах. Да, все это меняется, да. Республиканцы, демократы, и так далее. Но уже давно мир использует совершенно другие, то есть в чистом виде не используется мажоритарная или пропорциональная система, а используются смешанные системы. И это значит, есть какая-то часть, например, какая-то часть депутатов избирается так, какая-то по-другому. И для того, чтобы... То есть проблема в чем-то заключается. Проблема заключается в том, что когда после выборов в политике собираются, собирают правительства, начинается торг. И люди попадают на посты министров, то есть фактически на посты управления страной, не исходя из качеств профессиональных, не исходя из способностей вообще управлять, не исходя из достаточной компетенции, а исходя из того, к какой партии они принадлежат. Я сейчас не хочу называть конкретные примеры, но вот это правительство особенно отличилось несколькими министрами. Буквально с момента их назначения они показали себя весьма непрофессиональными и успели, как это сказать, скажем, мягко наломать дров. Но это... Я не хочу здесь обвинить кого-то лично, но на мой взгляд, это системная проблема. И поэтому все, что я в этой статье, собственно, и хотел сказать или призвать людей к тому, давайте подумаем, действительно ли мы должны всегда жить с политизированным непрофессиональным правительством. Разве нет других вариантов? Есть другие варианты. То есть я не говорю о Великобритании, Германии, Франции, Австралии, но даже Литва какое-то время назад она тоже создала систему смешанную. И в Литве половина парламента избирается по партийным спискам, половина парламента избирается по одномандатным округам маржитарных систем. То есть наша главная проблема в нашей стране, что люди давно уже разочаровались в управлении, они давно разочаровались в демократии, они давно разочаровались в парламенте. Выборы сейчас это показали, рекордно низкая явка, 34%, ну куда уже вообще, да? О каком представительстве легитимным мы можем говорить? Понимаете, я вот слежу за исследованиями доверия к правительству, и существует некая такая манипуляция, когда публикуют данные об этом. Но если мы в данные посмотрим, то последний, который я смотрел, правительству полностью доверяют 3% населения. Еще раз повторю, только 3% населения полностью доверяют правительству. Обычно, когда публикуют, говорят, эти 3% плюс еще там, по-моему, 13 или 14, которые, ну, может, доверяют, может, не доверяют. Ну, такой вот. То есть обычно их в одну группу собирают, и поэтому получается около 20. Но реально около 3% полностью доверяют. Я думаю, что после вот последних решений насчет обязательной вакцинации этот процент упадет еще на какой-то процент, потому что в него войдут только те люди, которые работают в области госуправления. Ну, то есть это безумно маленький процент. Ну, то есть, по сути, люди, которые живут в нашей стране, власти не доверяют. Это факт. То есть к нему можно относиться как-то эмоционально или неэмоционально, но это очень большая проблема для страны. То есть это не просто, как бы сказать, вот оппозиция очень радуется, оппозиция обычно говорит, вот они такие плохие, голосуйте за нас или всякое-всякое такое. Но проблема-то не в этом. Проблема заключается в том, что вот в стране, в которой люди не доверяют руководству, управлять невозможно. Результатов достигать невозможно. Просто они не будут как бы следовать решениям. Вот и все. Я помню, несколько лет тому назад вы в рамках Института национальных ресурсов фактически предупреждали или призывали подумать вообще о реальном секторе экономики и о том, как Латвия дальше будет зарабатывать деньги. Понятно, что это без какого-то инновации, без производства современного, конечно, не обойтись. Но вот сейчас, конечно, Каринч в разгар пандемии заговорил о вредо-индустриализации, что в переводе, наверное, какая-то мудрая или умная реиндустриализация. Не знаю, насколько он сам понимает смысл вот этой фразы. Вы вообще верите в это? Есть ли вообще еще возможности и предпосылки такого, не знаю, возрождения промышленности? Я сейчас не говорю про то, что у нас появятся опять заводы типа ВЭФа на 30 тысяч работников. Понятно, что нет. Но вот что-то еще возможно сделать? Знаете, я думаю, вопрос нужно ставить, я бы поставил по-другому. Есть ли другие версии? Как раз мы, по-моему, в том числе и у вас в эфире говорили о том, что только тогда, когда изменяется структура экономики и доля отраслей с большей производительностью растет, только тогда страна переходит из разряда экономически отсталых в разряд экономически развитых. То есть нужно понимать, что если страна экономически неразвита, то не существует версии, что у людей будут нормальные доходы, что у людей будут нормальные пенсии, что будет хорошая, достойная система образования, система здравоохранения. Не бывает такого, что экономическая страна неразвита, а у людей высокие зарплаты. Я, честно говоря, был в шоке, недавно посмотрел разницу со Швецией. Я не думал, что такая большая. То есть средний доход, я сейчас не имею в виду отдельных граждан, я имею в виду средний доход, то есть даже не доход, а именно зарплаты, wages. Потому что это не доход, не дивиденды, вот эта часть нет, именно зарплаты. Разница в более чем в 4 раза. Почти это под 5 раз. То есть это огромнейшая разница совершенно. То есть я не думаю, что перед Всевышним Латвия в чем-то провинилась, чтобы эту ситуацию нужно было сохранить. Но еще раз хочу сказать, что без умного, правильного развития экономики доходы людей, зарплаты людей, я имею в виду и медиков, и учителей, то есть это невозможно поднять, потому что политики могут сколько угодно обещать, говорить, да, вот мы увеличим, мы поднимем и так далее. Но, как бы сказать, всегда это будет упираться в то, что оказывается, что денег-то нет. То есть поэтому главное – это без сомнения фокус на развитие экономики. И то, что сейчас говорит премьер, как бы время от время, как бы возвращаясь к этой теме, на мой взгляд, это надо какое-то выражение придумать, чтобы не сказать что-то неэфирное. Ну, скажем так, немножко пустовато, пустые слова. Пустые слова. То, что по факту произойдет, это совершенно уже ясно. То, что около 2 миллиардов евро европейский фонд поддержки, ну, так называемый ковидный фонд, Латвия выделяет. Из него около 40% идет на так называемый зеленый курс. И еще 20% идет на цифровые вещи. Без сомнения, с зеленым курсом все не очень сильно однозначно. Вот я хотел как раз по поводу этого спросить. Да, потому что, когда мы говорим о странах, где эти деньги используются, не знаю, шахты закрыть, например, или что-то такое, то есть Латвия очень зеленая страна в этом смысле. То есть мы просто находимся в другой ситуации. То есть мы не находимся в ситуации переразвитой промышленности, которая загрязняет окружающую среду. Мы находимся в ситуации недоразвитой промышленности, которая не загрязняет окружающую среду. Поэтому здесь этот курс, он точно неоднозначен. Здесь также пугают такие перлы, как закупка автомобилей на водородном двигателе для, допустим, пожарных или полицейских и так далее. Что-то прозвучало. Министр говорит, а мне все равно, что это будет, сколько это стоит, все равно Европа деньги дает. То есть абсолютно неэффективное распределение. Тут даже вообще комментариев никаких. Но эти деньги можно и направить на развитие. То есть сразу создавая производство, создавая разработки, которые будут одновременно и высокопроизводительными, и зелеными. То есть это возможно. Но это очень сложно. И пока нет каких-то, как правильно сказать, по-латышски говорят «индикации». Ну да, можно сказать «предпосылки», можем так сказать. Да, нет, 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 четкого видения. То есть проблема с видением, проблема с осознанием ситуация – это очень большая. Но в любом случае деньги будут. Это в любом случае поддержка. То, что мне показалось достаточно интересным таким фактом, то, что недавно, на днях, несколько дней назад, Греция говорит, мы получаем 300 миллиардов, причем дополнительно у нас там есть еще вот этот фонд, и еще мы свои деньги государственные прикладываем, и вместе у нас получается 100 миллиардов. Но 30 миллиардов – это от этого самого фонда, откуда Латвия получила почти 2 миллиарда. Ну, не получила, подписали документы на днях, что получит. Да. Хорошо. Значит, в Латвии приблизительно 2 миллиона немножко, от 2 до 1,5 миллиона, от 1,5 до 2 миллионов человек, в Греции 10 миллионов человек. Да. То есть от 30 до 100 миллиардов Греция может использовать. А мы всего менее 2, да. Как-то, я что-то думаю… С математикой не очень, да. Что-то непонятно, да, то есть непонятно, каковы принципы распределения этих денег. То есть я не против Греции ни в коем случае. Нет, нет. Греция очень сильно пострадала от… От… Ковида. Не от ковида, да, от ковида. От ковида тоже пострадала, но я имею в виду, она пострадала в предыдущий кризис. Это мы помним, да. Да, то есть и это очень много незаслуженного. Но тут нужно как бы более внимательно все-таки к цифрам относиться. Но нет другой версии, как развития экономики, если мы считаем, что люди в Латвии достойны лучшей жизни. Просто нет. Конечно. Вот что касается вот зеленой экономики, с одной стороны мы понимаем, что это общий, как сейчас модно говорить, тренд Европейского Союза, вот поддержка, как они называют, такой очень сложный термин, наверное, многим непонятная вот нейтральность климата, поддержание, да, защита среды и так далее. С одной стороны. С другой стороны, нет такого ощущения, что это такой глобальный бизнес-проект, который непонятно будет ли какой-то экономический эффект, к примеру, для Латвии, да, вот о чем вы уже там сказали, обмолвились, что у нас-то мы не самая грязная страна, да, а вот деньги нужно куда-то освоить. И большие суммы из этого вот фонда оздоровления пойдет на вот эту вот зеленую вот экономику. Я думаю, что мы должны более, да, достаточно реалистично, что ли, смотреть на положение вещей. Что я имею в виду? Я имею в виду, когда около 10 лет назад мы исследовали вопросы помощи сельскому хозяйству, помните, Нэри делала такое исследование, и еще был такой вопрос задан, а почему у нас в магазинах голландские огурцы и помидоры? Но если голландские фермеры получали субсидии, сейчас я точно не помню, но что-то было около 7 или 8 раз больше, чем латвийские, то есть не чуть-чуть больше, на 20%, а в разы, в разы, в разы. Ну понятно, почему они могут произвести товар значительно более дешевле. Когда мы говорим о вот этой части, вот этом ковидном пакете экономическом, то понятно, что, к сожалению, латвийские политики часто голосуют против своих собственных интересов. мне как-то посол Польской Народной Республики говорил о том, что просто ужасно, говорит, просто так часто, говорит, вот латвийский голосует просто против своих интересов и нас не поддерживает. Просто, говорит, я не понимаю, как вообще с этим быть, мы говорим с политиками, но они все равно как бы... То есть вот там какая-то странная странность поведения есть людей, которые принимают решения в Еврокомиссии, в Европарламенте, я имею в виду со стороны Латвии. Мне кажется, это недостаточная защита наших интересов. Да, то есть, и поэтому... Ну, я не хочу сказать, как бы, что вот все абсолютно плохо там и так далее. Нет, ну, я считаю, что это все-таки действительно недостаточно, и оно недостаточно осмысленно. Поэтому, без сомнения, когда мы говорим об именно такой направленности, то это те деньги, которые нужны Германии, Франции, Голландии. И, как бы, понятно, что там те же самые шахты, которые закрываются в Германии и так далее, это все требует огромного количества вливаний, эти деньги будут уже распределяться. Да, то есть, и в этом есть своя логика. Я думаю, что наша логика заключается в том, чтобы те ресурсы, которые нам доступны, которые возможно использовать, чтобы они были использованы с умом. Да, то есть, мы уже несколько раз проходили эти этапы. Давайте вспомним, по-моему, это было правительство Калвитиса и что-то вроде того, когда настроили больниц на границе с Россией. Я помню, там был такой совершенно замечательный пример, когда многомиллионные были инвестиции, оказалось, что никому не нужно. Непонятно, что с этим делать. То есть, главная программа, огромные деньги ушли на устройство домов, как они называются? Энергоэффективность, да. Нет, не энергоэффективность, а отдых на селе. Да. Экотуризм такой, да. Экотуризм, это очень хорошо, когда это вот уже всё есть, и в дополнение к этому давайте сделаем ещё, значит, такой вот экотуризм. Но эта программа, она не приведёт к благосостоянию людей. Почему? Потому что эффективность и производительность, и продуктивность именно этого направления, она не может расти. Да, то есть, хочу снова вспомнить один из самых известных примеров. Это пример Южной Кореи. Мы сейчас все знаем Южную Корею. Да. У многих, значит, телефоны Samsung и так далее, и так далее. Когда они приняли решение о том, чтобы на протяжении ряда лет, что мы хотим развивать нашу экономику, главный экспортный продукт Южной Кореи были лошадиные хвосты. Это был отличный ноу-хау, потому что из этих лошадиных хвостов делали смычки для скрипок и велончели. Они были очень высококачественные. Но если мы говорим об уровне жизни, то он был ниже, чем у Ганы и, по-моему, Того. То есть, это были самые последние строчки. На их фоне Северная Корея была супериндустриализованная страна и процветающая в этот момент. Когда руководство страны сказало, ну, это были, наверное, 50-е, 60-е годы, я сейчас не хочу, как бы сказать, соврать, что мы будем строить у себя сталилитейную промышленность, все посмотрели, эксперты, и сказали, ребята, вы что это? С ума сошли, да. То есть, у вас руда есть? Нету. А у вас электроэнергия дешевая есть? Нету вообще. А оборудование? Тоже нет, разумеется, да. А есть хотя бы один специалист, который занимается сталилитейной? Нету. То есть, я не призываю сейчас у нас сталилитейную промышленность развивать, потому что это, ну, там, 50-60 лет назад, тогда это было вот то главное топовое направление, где можно было создать высокопроизводительное производство. Но в результате они действительно переживали очень тяжелый период, вот в момент этого перехода. И я имею честь знать человека, это Хаджу Чэнг, который в то время жил и очень хорошо знает. Это один из таких ведущих экономистов, он работает в Кембридже. Я прошу, Сергей, может, прерваться буквально на минуту, у нас сейчас будет короткая пауза, не переключайтесь, уважаемые радиослушатели, и, Сергей, тоже оставайтесь на прямой связи. Скоро продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сергей Анцепов, у нас по-прежнему на прямой связи посредством Зума. Вот мы чуть прервались, говоря об этой модели Южной Кореи, этом примере, который оказался успешной, и сегодня Южная Корея не только вырвалась из нищеты, вообще одна из передовых экономик в мире. Я просто об этом говорил только по одной причине, чтобы показать, что даже в современном мире это возможно. То есть в течение 10-20 лет возможны очень серьезные изменения, но для этого правительство должно быть профессиональным, потому что правительство на основе того политического устройства, той политической системы уже доказало, что оно не может работать на долгосрочном периоде, оно не может создавать долгосрочные периоды развития, потому что помните, сколько у нас средняя продолжительность жизни одного правительства в Латвии? Я думаю, что где-то года полтора еще. Да, полтора-два. То есть полтора года, но для управления страной это совсем маленький срок, никакой стратегии, никакого долгосрочного развития просто невозможно. Поэтому, к сожалению, это не просто люди хорошие или плохие пришли, это системная проблема, которой нужно как минимум начинать об этом дискутировать. И я бы очень хотел, чтобы в течение ближайших нескольких лет вопрос был поставлен ребром, и мы изменили наше политическое устройство таким образом, чтобы государственное управление стало намного эффективнее и стало быть способным, стало брать, чтобы стало профессиональным, и чтобы, возможно, было просто изменить положение в нашей стране. Потому что в противоположном случае мы тянемся в хвосту Евросоюза по большинству параметров. Очень жаль. Да, вот интересно такое ощущение, что отдельные отрасли почему-то у нас при этом списали. Вот эта мудрая реиндустриализация только еще так в планах, таких в проектах правительства, а вот существующие отрасли, ну, логистика и транзит, сказали, ну, ладно, но что-то опять сделать. Мы теперь же не мост, мы теперь не мост. Вот это вот нерезидентский банковский бизнес, нам тоже не нужен. Вот недавно прозвучалось, что вот эта система ВНЖ, это вот вид на жительство в обмен инвестиции, в том числе в недвижимость, нам тоже не нужно. Это все уже не актуально, это все ушло вот еще с тем экономическим кризисом, с предыдущим, это все там изобретение той плеяды политиков, олигархов, нам это все не нужно. Да, а что же нам нужно? Да, то, что вы назвали, это ряд ошибочных решений, на мой взгляд. И это демонстрация, скажем, назовем это так, детскости. То есть мы живем в мире, который... Мир, ну, земля. Да, то есть мы... Многие уже начинают, или особенно молодое поколение, они начинают заботиться о чем-то большем, чем то, что происходит у меня в квартире, допустим. Но мы живем в мире фактически, в котором мы все взаимозависимы. То есть это реальное положение вещей. То есть мы можем... То есть в начальном этапе развития мы хотим быть независимыми. Мы говорим, не, я вот все, хочу быть независимым. Конечно, это правильно, потому что свобода очень важная. Одно из главных, к чему человек стремится, это абсолютно правильно. Но в какой-то момент это так же, как семья. А в какой-то момент, как в семье, мы начинаем жить вместе, и мы начинаем быть так, в кавычках скажем, взаимозависимыми. То есть это не значит, что один должен осуществлять насилие над другим. Понятно, что это неприемлемо. Но быть вместе – это неплохо. Быть как бы партнерами – на этом строится весь бизнес. Если у вас нет партнеров, нет бизнеса. Поэтому, когда мы говорим, ну, нет, знаете, транспорт, логистика, это вообще все не для нас. Вот это проявление такой незрелости, на мой взгляд. То есть зрелость, когда мы можем взаимодействовать, мы можем сотрудничать, мы можем использовать наше географическое положение, как лет почти 30 назад сказал бывший премьер Валдесбирков, тогда он был премьером Валдесбирков, он сказал, что вот это положение географическое, которое выгодно очень, которое нам так много крови стоило, действительно стоило много крови, но мы можем это использовать. Почему это нельзя использовать, я не понимаю. Поэтому, что касается развития этих отраслей, понятно, что совершенно необходимая составная часть экономики, которую значит, ну это такое безумие ее убивать. Одно из безумий, которое было совершено, когда это, сколько лет назад, сейчас уже прошло там чуть ли не 10 лет, но меньше, это транспортное машиностроение. Ну просто безумие. Помните, мы говорили, Имеется в виду вагоностроительный завод, я помню, да, вот это все. Имеется, да, 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 то есть лидер по производству региональных поездов в мире. Глобальная рыночная доля около 25%, это бомбардье, в Китае заводы, везде. Готов перевести оборудование полностью, все технологии из Чехословакии, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну тогда Чехия, да, Чехия, да. Нет, по-моему, нет, по-моему, не из Чехословакии, это, по-моему, из Франции, нет, он из Франции хотел перевезти. Да, ну это уже... В Франции. Ну да, то есть полностью все, полмиллиона только проект стоил вот это вот перевоз. В конце концов, решили, нет, зачем это нам нужно, давайте будем развивать лучше Шкоду. То есть вот, собственно... Им помогать. Да, будем, будем, будем заботиться о доходах других стран. Да, жителей Чешской Республики. Но, возвращаясь к латвийской ситуации, вот на этой неделе одно из таких самых, я думаю, будоражащих ум событий, это все-таки объявление, наконец-то объявление обязательной вакцинации. Да, вот я хотел об этом тоже поговорить, да. Я могу сказать, что вот если вы помните, то в самом начале кризиса я сказал, что посмотрите, как вот удачно сложилось, что осторожность и боязливость латвийских политиков сыграла на руку, мы на две недели раньше начали ограничения, и поэтому у нас настолько хорошая ситуация, помните проценты, Да, конечно. Что вот, как это вот было, это я хочу сказать, что, ну вот... Сглазили буквально. Последнее, последнее время, ну, уже правильно сказать, ну, невероятно сильно огорчает действие кризиса, невероятно. То есть, я бы сказал, что главное слово, которое характеризует действие, это безответственность. А вот, да. То есть, те люди, которые пять раз в день клялись со всех экранов, со всех каналов, нет ни в коем случае никакой обязательной вакцинации. Ни в коем случае. Мы никогда на это не пойдем. Теперь они принимают такое решение. правительство, рейтинг доверия был 3%. Куда он? Попадать уже больше некуда. То есть... Может, и они так решили? Понимаете, как можно призывать людей быть ответственным, если ты сам поступаешь безответственно? вот у меня какие-то такие ругательные слова только лезут. Я вспоминаю, что правительство провело несколько компаний. Вот о чем они говорили? Они говорили, что нужно вакцинироваться, потому что я хочу повидаться с прабабушкой, с прадедушкой. Или... Помните эту историю? Да, это была вообще замечательная история в кавычках. Но главное-то в чем? Главное в том, что ну или я хочу вакцинироваться, надо вакцинироваться, потому что я хочу петь. Или я хочу танцевать. Или я хочу быть самим собой. Или что-то еще. Да. Вот безумие заключается в том, что ковид это очень серьезно. Ковид это люди умирают. Люди гибнут просто-напросто. Ни за что, ни про что. А это не о том, что я хочу с бабушкой пообщаться или с дедушкой пообщаться. Это тоже важно. И танцевать. Это совершенно... Нет, это... Знаете, в чем дело? Правительство не сказало о главном. Я вчера посмотрел данные по смертности. Вот передо мной таблица сейчас несколько позиций. Речь идет о Евросоюзе. Да. Значит, в Италии смертность. Я взял последние пять лет, чтобы не было всяких прогрессов. Да. И с 20-м годом. За 20-й год цифры сейчас недавно появились. Итак, значит, в Италии смертность увеличилась на 20%. В Польше на 19%. В Болгарии на 17%. В Словении на 17%. В Испании на 16%. И так далее. У нас в Латвии на 4%. Очень хороший показатель. Но если мы говорим о ковиде как таковом, то увеличение смертности на 20% это это же безумно это одна пятая часть. Это нереально огромные огромное количество людей, которые умерли из-за этого вируса. Очень много людей как-то очень поверхностно относятся к этому. У меня три человека, которых я близко очень хорошо знал, умерли в Латвии. Три человека. Один из наших сотрудников, когда он выжил из больницы, он сказал, я вообще никому просто никому не пожелаю. То есть неделю температура невероятно высокая, ну практически при смерти человеку. Это серьезная очень серьезная большая проблема. И о ней нужно так и говорить. Не нужно говорить про бабушку, про дедушку, про песенки, танцы и так далее. Это очень серьезно. От этого умирается. Это нужно говорить все время. Да. И нельзя настолько перевести на... То есть проблема сама по себе деградирована. То есть получается, что с одной стороны мы уничтожаем туризм, ресторан, все, что связано с культурой, просто уничтожаем. Да, понятно. Закрываем. А с другой стороны мы говорим, давайте вакцинироваться, потому что я вот бабушке хочу поехать или хочу быть самим собой или потанцевать. То есть абсолютно неадекватные вещи. И, к сожалению, это настолько подорвало сейчас доверие, но оно как бы там мне нечего было подрывать, но в этой части, что даже эксперты уже стали фактически посмешищем в глазах людей. Может быть, такой последний вопрос я задам. Понятно, что время быстро подходит к концу, но не могу не спросить. Абстрагируемся, допустим, от политики. Вот, допустим, правительство или господин Каевич, вот он встает, вот ему просветление такое наступило, и он думает так, чисто рационально, вдруг вот рациональное взяло вверх, он думает так. С одной стороны, мы понимаем, что единственное спасение или попытка по крайней мере не допустить тяжелых случаев и смертей это вакцинация. Других вариантов нет. У нас нет какой-то специальной таблетки, где ты выпиваешь и нет больше коронавируса. То есть, остается только вакцины, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что на складе у нас скопилось, это вчера официально признало правительство, 700 тысяч вот этих доз вакцин. И с третьей стороны, мы видим, что темпы вакцинации бесплатно и сейчас нет очередей, есть возможность записаться, к пожилым даже приезжает на дом. Может быть, вот взвесив все, правительство и решило, что они так сами запустили ситуацию, что иного выхода, как вот эта обязаловка, у нас просто нету? Как вам представляется? Дело в том, что я ни за, ни против обязательной вакцинации. Один, великий ученый, его на Западе называется Чомский, хотя он Хомский, Наум Хомский. Да. Он сказал так, что он говорит, не нужно заставлять людей вакцинироваться, нужно просто, чтобы они приняли ответственность за свое поведение. Это нормально. То есть, если вы представляете угрозу для общества, ну, невакцинированный человек представляет угрозу для общества. То есть, если вы представляете угрозу для общества, значит, вы должны изолироваться. То есть, То есть здесь же не в том вопрос, как бы выбор ведь не в том, что вакцинироваться или не вакцинироваться, а выбор совершенно на другом уровне. Выбор в том, что, как это, экономика загнётся совсем, образование загнётся совсем. Это реальная угроза для общества. Поэтому кто-то может выбрать и другой путь. Но тогда человек должен просто сказать, окей, я ковид не признаю, считаю, что это всё ерунда, вакцинироваться не хочу и принимаю ответственность за все последствия. Если я попаду в больницу, я сам заплачу за лечение. Если я кого-то заражу, я тогда, как бы сказать, тоже им обеспечу лечение на высшем уровне из своих собственных средств. То есть когда мы говорим, то есть проблема-то в чём? Проблема заключается в том, что вот эта либеральная часть нашего правительства, с этими идеями, она забыла о том, что свобода — это одновременно и ответственность. И поэтому вот эти изначальные посылы, которые были, давайте всё только добровольно и так далее, и так далее. Но никто не сказал, что вы за это будете отвечать. Но свобода — это всегда ответственность. А если свобода без ответственности, то это уже, в общем-то, нарушение закона. И понятно, что сейчас у правительства во многом, может быть, и не было выхода, потому что ясно, что и учителя, и работники медицины, и полицейские, и работники госаппарата, но это же глупо, если эти люди будут заражать других людей. Но это же просто глупо. Это правда. Да, но здесь эта проблема в другом. Проблема в том, что недостаточно мощности, я бы сказал так, мышления, и слишком много различных политических... Но это даже не политические партии, это просто группы людей, которые привержены какому-то верованию. То есть вот я верю в какие-то либеральные ценности, я верю в какие-то консервативные ценности, но это сталкивается с фактом реальности и демонстрирует то, что демонстрирует свою неспособность решать проблемы. И поэтому получается вот эта достаточно глупая и безумная ситуация, в которой мы сейчас живем. И без сомнения руководство страны, как бы правильно сказать помягче, должно взять на себя ответственность за ту ситуацию, в которую мы попали. В Великой Битании, например, очень четко, с первого момента было сказано, save lives, спаситель жизни, help NHS, то есть помогите системе здравоохранения. И я сейчас... Еще третья была. Три коротких фразы, которые шли за всех коммуникаций, идут до сих пор. Совершенно другая ситуация. Да, спасибо. Ну что ж, это говорит о том, что мы вот на такой паузе, и это символично, я думаю, что мы еще продолжим беседу, обязательно еще с вами пообщаемся в эфире, обсудим, как дальше будет происходить дела, тем более, что впереди, я так понимаю, волна сопротивления со стороны оппозиции, попытка заблокировать этот законопроект в обязательной вакцинации и сбор подписей за референдум даже по этому вопросу. Так что еще много интересного нас ждет и в политической жизни, и в экономике. Сергей Анцупов у нас был на прямой связи. Большое спасибо.